Красноярский край поднялся на четыре позиции в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации. Экологическая организация «Зелёный патруль» представила очередные результаты рейтинга по итогам весны этого года. Подробности у Юлии Чепровой. Красноярский край уже не первый год лидирует по количеству вредных выбросов в атмосферу. В промышленных городах нашего региона уровень загрязнений характеризуют как высокий. Всего за один год в воздух выбрасывается 2500 тонн загрязняющих веществ. Проект «Чем дышит Красноярский край» инициировал «Зелёный патруль». За три месяца работы общественники проверили крупнейшие города региона. Они отбирали пробы снега и атмосферного воздуха. По словам экологов, март и начало апреля в Красноярском крае выдались ветренными и дождливыми. Поэтому практически во всех пробах воздуха загрязнения не превышали допустимой нормы. Красноярские исключения составляют пробы из посёлка Цементники, улицы Мичурина и микрорайона Северный. По итогам весны этого года позиции края в федеральном экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации только укрепились. Регион поднялся с 69 на 65 место. Главная причина в широкомасштабных и дорогостоящих мероприятиях по закрытию компании «Норильский никель» – никелевого завода в Норильске. «Благодаря Норильску, закрытию никелевого завода, которое предполагает уже в июле месяце снижение объёмов выбросов на 385 тысяч тонн, этот огромный объём финансирования вытягивает весь Красноярский край». Уже остановлен агломерационный цех. 1 июля закроют техпеределы никелевого завода, которые вносят наибольший вклад в выбросы диоксида серы в черте города. В сентябре предприятия остановят полностью. «В данном случае просто сами норильчаны вздохнут мгновенно, потому что останется только медный завод, который один из двух источников будет убран. При этом сейчас уже, по ситуации на июнь месяц, объём выбросов никелевого завода скользился на 40%. Уже люди почувствовали, что дышать стало легче». Специалисты «Зелёного патруля» разработали меры по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Документы передадут исполнительным и законодательным органам власти Красноярского края. Продолжение следует...